После застольного спорта – настольный. В последний день новогодних выходных алтайские журналисты собрались биться за звание лучшего теннисиста. Такое совсем уж локальное событие не пропустил даже министр спорта. Я трепетно отношусь к спорту, а к настольному теннису я отношусь, наверное, требовательно, более требовательно, потому что хотелось бы все же, чтобы былые результаты вернулись наконец-то в Алтайский край именно в этом виде спорта. В период 92-94 года мы попадали в пятерку команд, которые участвовали в Еврокубках. Журналисты тоже этот спорт любят. Например, сибирская медиагруппа предоставила нескольких мастеров ракетки. Правда, корреспонденты телеканала «Толк» им компанию не составили. Для того, чтобы по телеканалу «Толк» играл хоть кто-то, попросили меня. Но сейчас Алексей Янкин, пресс-секретарь Минспорта, поможет показать качество моей игры. С такими данными шансов нет. Особенно, если в противниках ветераны журналистики из «Алтайской правды». В их редакции уже в советские годы теннисные столы соседствовали с письменными, а к спортивному опыту шли тернистой тропой. Я однажды так заигрался, включил чайник, забыл его выключить, вода выкипела, чайник загорелся, столик загорелся, чуть кабинет не сгорел. Я потом полгода с меня зарплату высчитывал, за полкабинета сгорелся. Кстати, журналисты «Алтайской правды» взяли все три медали в своей лиге. Побывали на кубке и федеральные коллеги. Матч ТВ представлял наш земляк Михаил Миламет. В Останкино говорит, есть с кем тренироваться. У нас там серьезный чемпионат, три дивизиона, 30 человек играют постоянно, как регулярный чемпионат. Что это вообще за спорт такой, который дает тебе сил в последний официальный диванный день приходить сюда? У меня он просто не последний. Даже те, у кого последний говорят, идеальный спорт для выходных. Травмоопасность низкая, а эмоций много. И чем теннисный стол не праздничный? Андрей Дрир, Александр Антропов. День с толком.